Долгожданное продолжение книги Александра Артамонова. Без права на возвращение. Дорога домой. Приобретайте во всех магазинах страны. Россия увеличивает свою армию еще на 180 тысяч человек. Понятно, что не все подразделения разворачиваются под решение задачи СВО, но в подавляющем случае, наверное, именно так. Слышали, наверное, новый указ президента. Это да. Получается, что наша группировка на Украине получит в ближайшее время примерно еще 150 тысяч плюс-минус человек. Так ли это? И для этого ли разворачиваются новые люди? Я уверен, что развёртывание дополнительных соединений частей обусловлено не тем, что необходимо что-то там решать в СВО. В СВО группировка достаточная. По данным украинской стороны, подчеркиваю, по данным украинской стороны, они подробно расписали это все. Мы имеем на Украинском фронте 549 тысяч человек. Это два полнокровных фронта времен Великой Отечественной войны. Этих сил вполне достаточно, чтобы решать задачу и тех действий, как мы сейчас действуем, и проведение полномасштабной операции группы фронтов на окружении и уничтожении тыл группировки войск противника, которые там есть. Я подчеркиваю ещё раз. Посмотрите, какие темпы продвижения. Посмотрите, сколько в сутки берётся населённых пунктов. Всё это говорит о том, что в реальных боевых действиях задействована очень небольшая часть той группировки, которая развернута. Поэтому дополнительные войска туда не нужны. Дополнительные войска нужны на тот случай, если в дело вступит НАТО. Риск возникновения прямого конфликта Россия-НАТО налицо. НАТО собирается уже наносить удары, подчёркиваю, не Украина с разрешения НАТО, а НАТО и Соединённые Штаты Америки, или в США входят НАТО, поэтому она говорит, НАТО во главе с США планирует уже нанесение ударов по нашим объектам на международно признанной территории России. Это означает, что российские вооружённые силы должны быть готовы к тому, чтобы в ответных действиях начать отражение агрессии не Украины, а НАТО во главе с США. И этот военный конфликт будет охватывать не только западные ТВД, но и восточные ТВД. На Западе остаётся НАТО, а на Востоке США с Японией. И нам, конечно, нужны группировки сил там. Причём там потребуется наращивать её более основательно, чем на Западе, потому что традиционно у нас на Востоке крупных группировок войск за последние 30 лет, в общем-то, это не было. Там были силы прикрытия границы, там были войска, которые находились на прикрытии островов. Ну, посмотрите по данным, которые берутся, есть в интернете, открытым источником по составу, скажем, нашего и дальневосточного военного округа. Он очень небольшой. Поэтому нарастить там силы, усилить там оборону нам потребуется. Вот в этих условиях я предполагаю, что эти силы, увеличенная численность вооружённых сил, это пойдёт именно туда. Кроме этого, нам необходимо будет увеличивать численность нашей авиации, наших зенитных огневых средств. Мы сейчас интенсивно наращиваем количество боевой техники с аварийной, производим её. Этим техникам нужен личный состав. Вводятся в состав российского флота корабли. А корабли, которые имеются сейчас, берегутся, их ремонтируют, и они потом вводятся тоже в боевой состав отремонтированные. Ну, там какой? Текущий ремонт, то капитальный ремонт. Это ж типовая картина. То есть тот личный состав, который там есть, должен быть. Новым кораблям тоже нужен личный состав. То же самое касается боевой авиации. Поэтому обоеваются это не просто лётчики. Это ещё плюс к тому же огромное количество обслуживающего персонала на Земле. Начиная с охраны аэродромов и кончая техническим персоналом, обеспечивающим самолёты, обеспечивающим работу всех этих служб, складов оружия и боеприпасов, которые там есть, складов топлива, которые обеспечивают работу всех этих самолётов, их охрану. Всё это требуется людей. Мы наращиваем количество боевой авиации, мы наращиваем количество боевого корабельного состава. Для этого нужны люди. Причём 180 тысяч человек – это совсем немного. Я тоже хотел уточнить, а хватит ли этого? Да, это совсем немного. Поэтому поэтапно идёт наращивание, которое будут решать по мере наращивания боевой техники. Подчеркиваю ещё раз. Это всё идёт подготовка к возможному столкновению с НАТО, а не с Украиной. Но надо иметь ещё важный момент. Сейчас очень много продолжаются разговоры. Вот там старая техника. Где у нас Т-90М? Объясняй. Т-90М, Т-14, Су-35, Су-34, новейшие самолёты, Су-57, новейшие зенитно-огневые средства. Вся эта техника не предназначена, строго говоря, для действий на Украине. Да, там Су-35 действуют, имеющиеся, но это не очень большая часть имеющихся парков. Наша техника, зенитно-огневые средства, в первую очередь и истребительная авиация, готовятся к боевым действиям против возможного столкновения с НАТО. Поэтому активные боевые действия... То, что вы смотрите, это ознакомительный фрагмент. Полную версию смотрите на нашем премиум-канале по ссылке в описании. Новым пользователям 7 дней бесплатно.